12.05 на часах, в эфире «Особое мнение» в студии Дарита Пузлиева. В гостях у меня сегодня юрист Ян Чеботарев. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый. Вы нас можете слышать на частоте 101.0 FM. Если у вас есть вопросы к спикеру, вы можете задать их либо по телефону с помощью смс 8909 720 101.0. Можете оставить вопрос в форме анонсов на нашем сайте echokirova.ru. Ян Евгеньевич, мне хотелось бы, наверное, начать с того, что 22 августа Басманный суд Москвы продлил срок ареста Никиты Белых до 24 декабря. При этом следователь Роман Мухачев отметил крайнюю степень общественной опасности инкриминируемого Белых преступлением. Предположил, что тот попытается либо скрыться, либо надавить на следствие, не знаю, на свидетелей. Белых настаивал, что не собирается делать ничего подобного. Пытались еще протестовать арест имущества, который принадлежал Белых или принадлежал экс-супруге его. Теперь уж, я думаю, долго мы не сможем разобраться. Действительно столь опасен экс-губернатор Кировской области? Ну, наверное, следует отметить, что ничем иным своеходотайство о продлении срока содержания Никиты Юрьевича под стражей с точки зрения ОПК следствие своеходотайство и не могло мотивировать. Странно бы смотрелось ходотайство о продлении срока заключения под стражу, если бы следствие говорило само о том, что Никита Юрьевич страдает весьма неприятными и тяжелыми заболеваниями, о том, что он не собирается препятствовать введению следствия, не представляет общественной опасности. Ну, на самом деле странно и против принятых правил. Статья 290, часть 6, действительно является особо тяжким преступлением, подразумевает в виде наказания лишение свободы на значительный срок. И, к сожалению, действительно практика строится таким образом, что, как правило, лица, обвиняемые в совершении подобного рода преступлений, до суда, как правило, находятся под стражей, в исключительных случаях под домашним арестом. К примеру, госпожи Васильевой. В исключительном случае мы все помним, да? Да, мы все помним, да, мы знаем. Но это именно исключительный случай, который, к сожалению, общую-то практику все-таки подтверждает. Поэтому для меня такое решение об османного суда не является удивительным, хотя, конечно, на мой взгляд, любое преступление, вне зависимости от возможного срока наказания, которое может быть в последующем назначено, но не связанное с преступлениями против личности, ну, не может наказываться до того, как суд признает такое деяние преступным. То есть, грубо говоря, теоретические же шансы на оправдание сохраняются, а человек уже находится фактически в условиях лишения свободы и отбывает наказание, хотя он еще преступником не признан. Меня, как юриста практикующего, безусловно, такая ситуация не радует, но это Россия. А вот по поводу этой России такой момент меня тоже интересует. Вообще, в принципе, судебная практика какова? То есть, достаточно просто выйти и сказать, что этот человек может что-то замыслить, надавить нас свидетелей, или все-таки необходимо приводить в суду какие-то доводы? Суду вообще эти доводы нужны? По крайней мере, ну, следователь должен сказать, что вот вы знаете, вот он, не знаю, хорошо общается с этим, с этим, а вот этот его друг и, скорее всего, они договорятся. Или это все необязательно, и так происходит всегда, это просто формальность? Вам рассказать, что написано в законе, или как этот закон применяется на практике? Как применяется на практике? Ну, нет уж, давайте я немножко и теоретический экскурс тоже дам. Безусловно, следствие, заявляя хаттайству о заключении кого-либо под стражу, должно доказать необходимость этой исключительной меры пресечения. Суду должны быть представлены реальные доказательства намерений человека, либо скрыться куда-то. В некоторых делах следствие соблюдает закон и представляет, например, железнодорожные билеты на Украину, к примеру, или еще куда-то. Вопросы, безусловно, возникают, а кто эти билеты приобретал, или не оперативно, или сотрудники заказали для подозреваемого подобного рода билет, чтобы потом следователь сумел такое хаттайство представить суду. Но, тем не менее, хотя бы попытки как-то обосновать избрание подобного рода меры пресечения делаются. В деле Белых, к сожалению, констатирую факт, что следствие достаточно поверхностно относится к своей обязанности по доказыванию возможности оказания влияния общественной опасности, намерения продолжать преступную деятельность. Но, к сожалению, суды очень часто игнорируют прямые разъяснения Верховного суда Российской Федерации, Конституционного суда, которые в прямой обязывают наш уважаемый суд в каждом конкретном случае отдельно исследовать все те вопросы, которые подлежат оценке для того, чтобы избрать в отношении конкретного человека столь тяжелую меру пресечения, как заключение под стражу. Должно, должно, безусловно, должно все исследоваться, все должно доказываться. Да, действительно, в деле Белых таких доказательств мы не видим пока. Фактически следствие говорит о том, что если у Белых есть две ноги, то он может сбежать. Если у него есть голова, он умеет пользоваться интернетом, он может по интернету заказать билеты какие-то. Если у него есть язык, он может подговорить какого-то свидетеля, дать показания в свою пользу. Но насколько это корректно, конечно, нет. Безусловно, защита, я думаю, будет обжаловать подобного рода постановление суда первой инстанции. Однако, к сожалению, такие судебные акты, как правило, оставляются без изменения, что является прискорбным, но, на мой взгляд, это объективная реальность. Под арестом, напомню, Белых останется до конца года, практически до 24 декабря. Мы от бывшего губернатора перейдем к нынешнему главе региона, в рио-губернаторе Игору Васильеву. Начать, наверное, хотелось бы даже не столько с него, сколько с его, не его, насколько можно это сейчас называть, его командой. Его новой командой. Его новой командой. Первым, скажем так, отвалился он, русских, с которым не стали продлевать договор. Не так, на неделю буквально заявил о том, что уходит Сергей Щерчков, а сегодня подтвердил аналогичное решение Алексея Вершинина. То, что зампреды начали покидать правительство области, то есть, на ваш взгляд, это больше их инициатива, то, что они, не знаю, за месяц поняли, что они не сработаются с этим человеком. Или это все-таки какие-то обоюдные решения? И Васильев, несмотря на то, что до этого заявлял, что никакой сильной ротации не будет, все же приглядел когда-то тогда или уже сейчас каких-то людей, кто, на его взгляд, лучше справится с этими обязанностями. Ну, вы знаете, гадать, чем руководствуются ныне действующие глава нашего региона, исполняющие обязанности, либо те лица, которые пишут заявление об увольнении, на мой взгляд, бесполезно. В то же время, ну, а что мешает любому человеку, без разницы, является ли он заместителем министра, либо министром написать заявление об увольнении? Большинство тех граждан, о которых сейчас у нас с вами идет речь, были привлечены в команду непосредственно Никиты Юрьевича. Допускаю, что им было приятно и комфортно работать именно с этим человеком. Может быть, им поступили какие-то иные предложения, может быть, что-то еще, но не люблю углубляться в область догадок. Я думаю, что вряд ли здесь Игорь Владимирович, как человек, который не производит впечатлений человека неопытного в кабинетной работе, в настоящий момент, только-только вступив фактически в должность, уже начал какие-то существенные кадровые перестановки. На мой взгляд, это все-таки инициатива непосредственно от самих членов правительства. Ну, если говорить не о догадках, а тогда о последствиях, то есть то, что уходят со своих мест, ну, ключевые, да, там, зампреды, как-то усложнит работу правительства? Конечно, конечно. Да что вы, Господи. Когда любой сотрудник уходит с работы, даже если он имеет вроде бы незначительную должность, даже не начальник отдела, зампома, а обыкновенный рядовой сотрудник, все равно его нужно кем-то заменять. И просто так с улицы взять человека невозможно, его все равно нужно чему-то обучать. Он должен понимать, как решается тот или иной вопрос в конкретном данном учреждении. Все равно время какое-то уйдет, и, соответственно, эффективность работы такого органа, как правительство, безусловно понизится, дай Бог, чтобы на какое-то незначительное время. Небольшой перерыв у нас, после продолжим. Для тех, кто только подключился, в эфире особое мнение в студии Дарьи Топузлева. Беседуем мы сегодня с юристом Яном Чеботаревым. Начали разговаривать о в Рио-губернаторе Игоре Васильеве. Заявления, которые Васильев сделал за прошедший месяц, не то, чтобы они были какими-то революционными, но частенько от членов правительства, от рядовых чиновников можно услышать такую фразу, как «Вот, Васильев, человек, дело, вот сейчас-то мы начнем работать». То есть раньше не работали? Да, и к этим новостям у нас уже читатели вопрошают, а, собственно, раньше-то вы почему не работали, что мешало вам работать? Вот эти все слова о том, что нужно сделать то, нужно сделать это, эти поручения, их воспринимать все как те же самые слова, или это действительно какие-то действия, после которых сейчас вот все чиновники поднимутся и побегут действительно работать? Вы знаете, с точки зрения моего жизненного опыта, для того, чтобы давать оценку действиям того или иного чиновнику, без разницы, является ли он губернатором, мэром, либо кем-то еще, необходимо просто подождать. Потому что я, простите, застал в своей жизни достаточно много глав региона, начиная с советских времен, и относились к ним абсолютно по-разному. В тот период, когда люди возглавляли регион, занимали какую-то должность, и уже потом. К Владимиру Миловичу Сергеенкову во времена его губернаторства относились с некоторой усмешкой, я бы сказал. Зато сейчас он чуть ли не лучший губернатор, который был у нас. К господину Бакатину во времена незабвенного Советского Союза относились тоже весьма неоднозначно. Потом ситуация немножко поменялась. Я думаю о том, что конкретную оценку успешности действий Игоря Владимировича на посту исполняющего обязанности губернатора, на посту губернатора, если он будет избран, в чем я не самоглаиваю, безусловно, мы сможем дать более-менее объективно по прошествии нескольких лет, я думаю, лет 5-10. Подождем, и тогда уже будем знать, как ситуация повернулась, что было сделано. Пока, во всяком случае, ничего неожиданного Игорь Владимирович не делает. Он делает и говорит, и проводит встречи ровно те, которые должен делать региональный политик, исполняющий должность губернатора. Безусловно, некоторый налет пиара имеет место быть. Во всяком случае, я слышал про инициативу Игоря Владимировича, который на заседании, по-моему, общественной палаты Кировской области попросил включить его в инициативную группу... Состав рабочих групп, которая... Общественный контроль за ремонтом дорог. Да, общественный контроль за ремонтом дорог. Ну, немножко, немножко, конечно, на мой взгляд, чуть-чуть неуклюже выглядит. Почему? Потому что губернатор и так вне всяких групп может заниматься не только общественным контролем за ремонтом дорог и текущим состоянием этих дорог. На мой взгляд, это прямая обязанность дороги. Это все-таки важнейшая часть транспортной инфраструктуры. И без нормальных дорог говорить о нормальном развитии экономики достаточно тяжело. Но, опять же, это все в рамках правил. Все в рамках правил. Пока, на мой взгляд, следует чуть-чуть подождать того, как будет развиваться ситуация. Какие уже управленческие решения будут приняты, как будет сформирована новая команда. Побегут ли предприятия и дальше, и за пределы региона, либо начнут потихоньку возвращаться из своих тихих гаваней из Москвы, из Казани, из Санкт-Петербурга назад в город Киров, где они фактически и находятся. Ну вот вы достаточно большой срок ему дали, пять лет, потому что предыдущие наши гости, спикеры, обычно апеллировали фразой, что вот где-нибудь, ну вот к Новому году, ну уже будет как-то выявляться картина. С учетом того, что вы уверены, что он, простите, что Васильев это все-таки наш будущий губернатор, возможно, он как-то поторопится все же, чтобы стать будущим губернатором и какие-то конкретные шаги предпримет по возвращению, не знаю, тех же самых там предприятий, какие-то, возможно, налоговые, Вы поймите, я когда говорю о том, что и предрекаю господину, ныне действующему главе региона Игорю Владимировичу, ой, фамилия вылетела, Васильев, да, стареет, вот, должность губернатора, никоим образом не пытаясь его в чем-то обвинить, просто в любом случае, человек, который исполняет такую должность, он дает тем самым людям конкретно убедиться в том, на что он способен. Если он хорошо поработает, да, конечно, люди его выберут и честь ему и хвала будет при этом. Вот, я считаю, что при его опыте он все-таки возглавлял достаточно мощную структуру и отстроенная она в настоящий момент изумительно, Росреестр. Все шансы и все предпосылки на избрание есть. Что касается сроков, ну, на мой взгляд, до Нового года это слишком маленький срок. До Нового года, дай Бог, начать реформы. А результаты, простите, этих реформ скажутся, наверное, максимум в среднесрочной перспективе, никак не ранее. Дороги немного уже затронули. Вот он в качестве приоритетных тем отметил как раз дороги и медицину. То есть это вот действительно две болевые точки на теле области? Ну, вы знаете, в части дорог, да, безусловно, да, безусловно. Дороги у нас, к сожалению, в этом году уж так совпало, особенно по весне превратились в совершенно отвратные зрелища. Потихоньку что-то меняется, что-то ремонтируется. Ну, хотелось бы какого-то системного подхода. Во всяком случае, каждый год заниматься одним и тем же, латать эти несчастные дороги, клеить заплатки, покрывать картами сеть дорожной инфраструктуры, ну, мне представляется нелогичным и весьма разорительным. Лучше один раз нормально построить нормальное дорожное полотно, провести пусть дорогие, но надежные землеустроительные работы, подготовить земполотно, дренировать его надлежащим образом, с тем, чтобы потом, простите, просто его можно было подметать на протяжении ближайших 10-15 лет. Во всяком случае, я часто бываю в поездках по регионам России, удается посмотреть в том числе и как эти дороги строятся в иных регионах. Я не видел в Кировской области ни одного нормального дорожного строительства, честно скажу. У нас по старинке засыпается гравием, укатывается катками, дальше вываливается асфальтовая смесь, прикатывается и до ближайшей весны у нас более-менее вменяемая дорога, потом она сходит вместе со снегом. Ну вот, не знаю, следующий, возможно, из области философии, просто однажды довелось мне пообщаться с чиновниками из Управления транспорта городской администрации, и меня интересовал вопрос, почему бы не начать делать дороги по чуть-чуть каждый год, но основательно. То есть не латать этот, не делать ямочный ремонт, а пусть в этом году мы сделаем всего километр на Карла Маркса, но зато на эту дорогу были гарантии 5-10 лет. Ответили, что вы представляете, какой поднимется хай, если мы вот за лето отремонтируем не вот эти вот все ямы где-то там, а вот небольшой вот этот кусок дорог. Вот вы как кировчанин готовы были бы потерпеть, если бы действительно предложили вот так вот на выбор? Я как автолюбитель готов был бы, простите, дополнительно платить для того, чтобы дорожное хозяйство Кирова и Кировской области приводилось более-менее в нормальный порядок, если бы, конечно, я видел о том, что эти деньги идут не на увеличение зарплаты, спектрам ГИБДД, каким-то общественным контролёрам, на чиновников Дорожного фонда, на Управтодор и прочее-прочее. А если бы я видел, что конкретно с меня взяли, например, там тысячу-полторы тысячи рублей, с каждого, не с каждого по возможности, не по возможности видят дополнительного налога какого-то, и на эти деньги конкретно отремонтировано то-то, то-то и сделано то-то, то-то. Я бы мог себе это позволить, я бы считал более того, что здесь это в общее благо и готов был бы пойти на подобного рода некоторое незначительное для себя неудобство. Причём я более чем уверен, что большинство вменяемых людей поступили бы точно так же. Если у вас в подъезде сгорела лампочка, безусловно, можно бомбардировать управляющую компанию письмами, жалобами, но, простите, с таким же успехом можно одновременно и, например, где-то пойти в магазин, купить лампочку и вернуть её. Мне вспомнилась просто история, что однажды Никите Вилых, которую мы уже упоминали, как раз задавали этот вопрос, почему у меня в подъезде не горит лампочка. Потому что надо купить и поставить. Причи бы языц их стало. Вот по поводу, кстати, обращения к главе региона, опять же, Игорь Васильев завёл, на сайте правительства появилась такая рубрика «Письмо главе региона», то есть можно написать ему на электронную почту. Васильев пообещался на все письма реагировать, на все письма отвечать. Не велик ли объём работы для... Кто сказал, что господин Васильев должен лично набирать тексты ответов в сети интернет на каждое обращение, которое поступит на его адрес? Безусловно, он имеет право и, я думаю, более того, должен с точки зрения эффективного и экономного использования своего рабочего времени использовать тех помощников, которые у него есть. То, что он предоставляет гражданам возможность пусть таким образом, несколько косвенно, но тем не менее, привлечь его внимание к каким-то проблемам – молодец. Только это могу сказать. Но тем не менее он заявил, что отвечать будет лично. Молодец, вдвойне. Если лично, вообще прекрасно. Но, с другой стороны, конечно, велика проблема того, что он просто получит на свой электронный ящик. Не погрязнет ли он под этим обращением? Может, может. Ну, ещё раз, здесь, на мой взгляд, нельзя слишком пристально смотреть за тем, как лично, не лично, с помощниками, с секретарями господин Васильев готовит ответы. Даже если он просто вникнет в суть тех вопросов, которые перед ним ставятся, я думаю, что его помощники могут подготовить какой-то меморандум, выдержку из тех обращений граждан, которые будут поступать, уже будет достаточно. Главное ведь, на мой взгляд, чтобы человек, который возглавляет такой большой край, как Кировская область, был в курсе тех проблем, которые в области есть, и обращение граждан здесь играет немалую, далеко не малую роль. Ну, вот я, наверное, тут соглашусь, потому что, в принципе, я так поняла, что с основной задачей эти письма справились, по крайней мере, стало понятно, на что жалуются. Потому что, по-моему, на прошлой неделе, как раз по итогам вот этих вот жалоб, он встречался с представителями со страховщиками вот по ОСАГО, проблему эту поднимали. То есть, тоже вот дал он там поручение в недельный срок разобраться, собственно, не знаю пока, чем там это закончилось в итоге, потому что сама пока не автомобилист, не знаю, продолжаются ли там... Все впереди. Продолжаются ли там жалобы на страховку, либо не продолжаются. Продолжаются, продолжаются. Ну, то есть, ситуация как была напряженной, так и остается в этом плане? Да. С навязыванием вот этих вот дополнительных... Немножко, немножко она модернизируется, но, тем не менее, проблемы некоторые остаются. Например, у меня... Ну, вот я могу оформлять полис ОСАГО как лицо, достигшее 40-летнего возраста у любого страхового агента. Моя сестра, которая помоложе, существенно моложе меня и 40-летнего возраста не достигла, далеко я еще, для того, чтобы оформить полис ОСАГО, должна обращаться исключительно в центральный офис страховой компании. Там, простите, очереди, которые весьма проблематичные. И избежать этих очередей она как раз могла бы, если бы согласилась на одновременное заключение нескольких договоров страхования. В общем, есть где поразбираться, есть на что пожаловаться, безусловно, но то, что ситуация находится под контролем, либо декларируется, что она будет находиться под контролем, могу только приветствовать. На мой взгляд, здесь есть где задуматься и антимонопольная служба в очередной раз. Пример Росгостраха, у которого приостанавливалась лицензия, он еще свеж, соответственно, очень правильная, очень правильная позиция. Ну, по крайней мере, у нас будет возможность как раз посмотреть, действуют ли слова. Да. А прервемся мы на небольшую рекламу пока. Особое мнение в эфире мы продолжаем. Дарья Тапузлева, в гостях у меня юрист Ян Чеботарев. Ян Евгеньевич, интересный достаточно случай из практики вы описывали на своей страничке в Фейсбуке. Женщине не разрешают. Я, как говорите, коротенько. А банк заблокировал карту МСПРБ, прямо скажем. Да, своей клиентке, потому что посчитал, что она как-то очень уж подозрительно снимает с нее деньги. Что за ситуация там произошла? Действительно ли это были какие-то подозрительные съемы или что? Ну, что считать подозрительным съем? Понятно, что у нас Российская Федерация, государство, которое любит контролировать все и вся, у нас борются со всем, чем можно и чем невозможно бороться. Очень часто возникают ситуации, когда предприниматели, снимающие деньги, сталкиваются с обвинениями в том, что они каким-то образом занимаются так называемым обналом. Это сейчас модно с этим бороться. Хотя, по большому счету, я тоже занимаюсь обналом достаточно регулярно, приходя в банкоматы со своей картой, снимая наличные деньги. А это что-то как-то незаконно или что? Да, все это законно. Просто вопрос как раз состоит в чем? У нас есть 115-й федеральный закон о борьбе с легализацией денежных средств, добытых преступным путем, о противодействии финансирования терроризма, который говорит о том, что банк действительно вправе, если посчитает какую-то операцию, подозрительнее вправе заблокировать банковскую карту. Но основная эта проблема заключалась до последнего времени в том, что банк не просто блокировал банковскую карту, он еще и блокировал фактически денежные средства, которые находятся на этом карточном счете. То есть человек не имел возможности с помощью вот этого куска пластика, называемого картой, через оконечные устройства, через терминалы, через банкоматы, через интернет-банк каким-то образом распорядиться денежными средствами. Более того, человек был лишен возможности прийти в этот же банк и просто со своего счета забрать все эти деньги наличными. Банки говорили о том, что такое право у нас есть, мы вправе фактически без каких-то судебных актов арестовать де-факто денежные средства гражданина. Слава Богу, что мы получили, причем даже в рамках России, это очень интересная судебная практика, получили судебный банк, который говорит о том, что да, действительно банк, любой банк вправе в рамках 115 ФЗ блокировать карту. Практически не объясняя никакие причины. Несогласный человек может, безусловно, оспаривать такие действия в суде. То есть уже сразу в суде прям? Может, да, обжаловать его действия банков в суд, может обращаться в сам банк. Просто же все равно это длительный процесс. Да, 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 сейчас я договорю. То есть тут надо отличать. Да, суд сказал о том, что действительно банк вправе блокировать карту. Но никакому банку никто никогда не давал права удерживать денежные средства, которые на счете этой карты находятся. То есть если у человека банк заблокировал денежные средства на счетах карты, это абсолютно незаконно. Банк в этом случае несет ответственность за нарушение закона на счете прав потребителя, за нарушение закона о банках и банковской деятельности в виде обязанности уплатить и причиненный моральный вред оплатить, и уплатить проценты по 395-й статье гражданского кодекса. Это средняя ставка по вкладам физических лиц. То есть достаточно большой объем санкций в этом случае к банку может быть применен. Если человек столкнулся с ситуацией, когда его карта перестала работать, и сотрудник банка по телефону, например, говорит о том, что мы вашу карту заблокировали за какие-то сомнительные операции, человеку необходимо всего-навсего прийти в учреждение банка, где он эту карту открывал, либо в иной офис на территории того субъекта, где он находится в настоящий момент, и написать заявление о том, что он хочет получить денежные средства со своего карточного счета наличными прямо сейчас и немедленно. суд сделал вывод о том, что банк не вправе отказывать человеку в получении собственных денег без судебного решения. На мой взгляд, это абсолютно законное решение, абсолютно справедливое, и невзирая на желание банков присвоить себе кучу полномочий, которые банкам не свойственны, в частности, по расследованию возможных преступлений, а нет ли здесь какого-то обнала, нет ли здесь отмываний и прочее, и прочее. Пусть этим полиция занимается любой судой. Дело банка взять у человека деньги и по требованию человека деньги отдать. Поэтому решение очень правильное, очень хорошо, что Кировский областный суд подтвердил решение Первомайского районного суда. На мой взгляд, практика подобного рода может только приветствоваться, и я думаю, что она будет расширяться и крепнуть. Во всяком случае, когда я об этом деле написал у себя в Фейсбуке, ко мне обратилась масса моих коллег из нескольких регионов России с просьбой предоставить им материалы дела, я поделился. А областной, Вы сказали, подтвердил решение Первомайского, то есть Сбербанк пытался обжаловать это решение? Сбербанк пытался обжаловать это решение в областном суде. Областной суд жалобу Сбербанка отклонил, подтвердил правомерность решение Первомайского района суда города Кирова, которые удовлетворены требованиям потребителя, клиентки банка о взыскании с банка и суммы денег, которые находились у нее на счете карты, и удовлетворены требованиям о компенсации морального вреда, и следующим шагом мы еще и проценты будем взыскать. Ну и судебные расходы, безусловно. А если вот на проблему зайти с другой стороны, часто вообще обращаются люди по поводу так называемых дистанционных мошенничеств, потому что в прошлом году вот этот ком начал нарастать, а в этом году полиция, мне кажется, уже просто захлебнулась этими делами, потому что и на сайте постоянно какие-то все новые способы мошенничества то так, то эдак снимают, и с помощью смс, и с карт, и с телефонов. Частенько вообще приходится сталкиваться? Ну, у меня было несколько таких случаев, когда с карты человека, с помощью иногда, с помощью троянских программ, иногда с помощью где-то незаконных считывающих устройств, установленных на банкоматах, похищались денежные средства. Мы судились с банками. Здесь закон дает возможность надлежащим образом, немедленно, в течение суток, с того момента, когда человеку стало известно о подобного рода сомнительной транзакции, уведомить банк, и в этом случае можно взыскать эти денежные средства непосредственно с банка, с тем, чтобы уже банк сам потом с конкретного мошенника эти деньги взыскивал. На это есть закончику национальной платежной системе. Если речь идет о откровенном мошенничестве, когда гражданин, будучи введен в заблуждение, переводит собственные денежные средства на счет преступника, либо какого-то третьего лица, то здесь, конечно, к банку апеллировать уже бесполезно. Банк здесь не виноват. Это чисто для преступлений. И здесь, конечно, нужно устанавливать преступника и взыскивать деньги уже непосредственно с него. Если был как-то подобран пин-код, либо с помощью каких-то хитрых аппаратов этот пин-код был считан, магнитная полоса была где-то взломана, какая-то накладка на каком-то банкомате стояла, то здесь, конечно, с банка взыскать можно все. Если мошенничество, то только, к сожалению, с преступником. Просто когда в полиции подводили итоги, не соврать, прошлого года, там цифры были настолько разительные, условно, там на сто из ста преступлений подобных, то есть раскрыто там одно-два. То есть это недостаток сейчас каких-то технических средств полиции в том, чтобы это раскрывать или в чем проблема и не будет ли она усугубляться в дальнейшем? Ну, вы знаете, я думаю, что, наверное, и будет. В любом случае доля преступлений с использованием сети интернет постоянно неуклонно повышается. Нужно ли полиции готовить каких-то специальных людей, кто будет заниматься конкретно вот такими преступлениями? Ну, я считаю, что некоторая специализация важна всегда, и подобного рода специалисты, безусловно, будут востребованы. Но, уважаемые, дорогие радиослушатели, дорогие вы мои граждане, немножко нужно быть и самому чуть-чуть аккуратнее и внимательнее. Уж сколько раз говорилось о том, что если звонить неизвестный человек и просит каких-то денег, задумайтесь, зачем, как, почему он так представляется. Перепроверьтесь, не скачивайте какие-то глупые программы из интернета на свои смартфоны, либо защищайте их антивирусными программами. Будьте просто аккуратнее. Остается у нас три минутки. Буквально пробежимся по следующей теме. Выборы в законодательное собрание. Ну, все остальные выборы, но конкретно поговорим об ОЗС. Как оцениваете появление в рядах справедливоросов бывших единороссов Сураева, Чурина, который начал выбор уже за красных? Интересны ли будут эти выборы? Вообще планируете ли идти на них? Ну, на выборы я в любом случае пойду. Я хожу на выборы, тем более региональные, когда я вижу конкретных депутатов. Стараюсь, во всяком случае, ходить на выборы. В части того, что в справедливую Россию часть единороссов перебежала, ну, на мой взгляд, это просто показатель того, что данным гражданам не столь важна политическая партия, от которой они баллотируются, сколько непосредственно депутатский мандат. Ну, может быть, конечно, исключение, что данные товарищи просто резко поменяли свои убеждения и примкнули к платформе партии «Справедливая Россия». Ну, пусть это уж тогда они поясняют. Мне кажется, это странно. А вам, как избирателю, важна именно партийная принадлежность? Я хочу понимать, какие взгляды есть у того человека, за которого я буду голосовать. А если не меняются взгляды, а меняется только партийная принадлежность? Ну, тогда мне вообще странно, каким образом человек, например, по партийному списку идет, придерживаясь совершенно других взглядов и как следует к этому относиться. Я к таким вещам, в принципе, достаточно негативно отношусь, мне так кажется. Если уж человек коммунист, ну, честь ему и хвала, отстаивая свои убеждения. Если он сегодня ЛДПР, завтра Единороз, послезавтра Справедливо Рос, после этого радикал какой-нибудь, или в Парнас ступит, или в Яблоко, ну, что это такое? Что это за метание? Вот на этом мы сегодняшний эфир заканчиваем. В студии работала Дарья Топузьева. В гостях у меня сегодня был юрист Ян Чеботарев, Ян Евгеньевич. До следующей встречи. Спасибо, до свидания. Продолжение следует...